Десятки человек лежат посреди автомагистрали в Вашингтоне. Эта акция, посвященная памяти Майкла Брауна, чернокожего подростка, застреленного полицейским в городе Фергюсон, штат Миссури. Его тело после этого несколько часов пролежало на улице. Коллегия присяжных отказалась предъявлять обвинение офицеру полиции, застрелившему Брауна. Это решение вызвало волну протестов и беспорядков в городах США. Они вспыхнули с новой силой, когда в среду в Нью-Йорке большое жюри отказалось выдвигать обвинение еще одному офицеру полиции, убившему при задержании безоружного чернокожего мужчину. На улицы Нью-Йорка и Вашингтона второй день выходят сотни человек. Многие из них держат в руках плакаты с надписью «Жизнь чернокожих имеет значение». В столице США протестующие пришли к Белому дому, требуя справедливого наказания для полицейских. В четверг стало известно еще об одном случае убийство безоружного человека стражем правопорядка. В городе Феникс, штат Аризона, офицер, чье имя не называется, заподозрил чернокожего Румейна Брисбана в продаже наркотиков. Между ними завязалась драка, в ходе которой Брисбан полез в карман. Полицейский решил, что там оружие и выстрелил мужчине в грудь. Как выяснилось, в кармане были только лекарства.